вот утро без 10 8 из лагеря выходит никита колесников он пастухом отдан деревню за всех пасти утро туман еще пробивается солнце через тополя огромное тополя он идет с палкой как грузинский пастух но с какой день пасти пошел сегодня четвертый день четвертый день заборова за барабашей ты вчера пас целый день целый день а сегодня за кого за янчуков до обеда только пока учится из-за устиновых до обеда да да фактически у тебя ни одного дня теперь ситалька я тебе будут просить не остается не занятым а как же картошку то копать ну тянулся на заработки а теперь я там колощусь и землю не продавишь так что давай после обеда сегодня все силы бросить хоть маленько продвинуться у нас очень и очень медленно ни один год так не было мы фактически третий день на картошку выходим и мешков 20 накопали какие мешки то там по три неполных ведра ну давай я с тобой пройду тут посмотрю что у тебя будет вот человек который к нам приезжает он видит тут надписи курить нельзя на территории деревни ну и залека это все ну все давай сейчас я подойду к тебе ты первым делом овечек выпускаешь я никого не упускаю а кто выпускает саки и загоняет он да да ну днем загоняет туда я а вот сто стоило значит но вещам ты не запираешь все теперь тебе нужно только коров принять они туда с того края деревни с того я смотрю чтобы они там ну как бы сюда всех вывести в это русло вот так ну хорошо выйдут этот вот самый мощный это поля тут показано вон вверху я спрашивал никто не знает зачем тряпки а это мощный сук и под него подъезжает машины и с нее талью павел снимал вот эти кольца железобетонные по-другому как искать ишь прислали однажды а там рабочие полупьяные они давай скидывать и сразу раскололи так и лежит расколотый вот это вот обнимать втроем только надо вдвоем не обнять тополь и от него интересно как отходит второй эти как сиденье какое можно садиться вчера с той стороны я смотрю на огороде и через тополя вижу ограда и сколько не думал где ограда то нигде ограда у нас нету оказывается это дальше у глушкова загороженной вот она где ограда то его оттуда видится ограда я покопаю посмотрю опять ограда все прикидываю где наш огород нет ну а где так и не мог понять а сейчас сегодня поехала баба вот она где это вот там видать балерина моя сооружение балерина из глушков а тот первый дом называется матушки около пруда мы все пошли посмотрим как идут овечки красиво как солнце выходит глушков когда занимался своими коровами держал много теперь вся техника у него застыла он соседнем селе приобрел домик ездит туда молоко скупает сепарирует и потом продает вот эта работа обработка животноводческой продукции не ворует у него семеро уже двое совсем трое от дома отходит на этих то тоже надо кормить он кормит не все благополучно березовые какие огромные березы ну-ка обними береза что видно было что за береза с той стороны зайди что видно было где у тебя руки сойдутся посмотрите никита метр восемьдесят вот насколько его руки не сходятся такие береза у нас так это не у самого корня на уровне груди как-то поля здесь все мощнейшие другие такие же березы здесь приостановился роман малыш все получится тоже жена не едет жена с ребенком как он будет будет мотаться туда-сюда подавать заявление надо потеряевку чтобы приняли он сейчас едет друзьями хороший человек и неизвестно что будет временно дали ему вот это место вот это мог бы здесь пока пока построится разговоры идет осаде этого дорога внутри деревни мы 100 метров решили подправить маленько тут невозможно было пройти там грязь ну вот быстренько подвинул бульгазерец был вот тут утренние вот это вот видите как все в деревне то загородить надо все загородили а так как скотину все же запускали она разбивает дорогу взяли мы мы перегородили перегородили вот эти как жертв у нее красный флажок тут надо все делать по совету совета нет ничего не будет это мужа многократно убедились теперь на той стороне точно так же но деревне коров водят там а вещи будут сейчас выпускать это вот первый пруд который сделали как пруд ну выкопали два бульдозера пришли такие большие американские бульдозеры работали в корче договорились бульдозеристами заплатили они огромную хуже полудородный слой в одну сторону а глину другую и глина этой пользуется все эти годы игорь барабаш жена у него учитель для льготы чтобы электричество подвели привезли бетонные столбы натянули кабели сейчас интересно как от кабеля идет просто так же не накинешь что раньше воровали из-за них теперь приходится всем счетчики ставить на улице вот они ведут бетонные столбы на два дома сейчас от никак не сторгуется сайте выгоняет вовремя все точно договорились мальчишка при деле выгоняет их коров своих выгон у них немного вот так с того конца деревне мы считают первого дома то то сколько у него их там два три четыре бык сломал ногу пришлось удалить его раз два три четыре пять пять это стёпа погнал куда погнал вы заглядывается что не так делали диск это скорее пошел придержать их что они идут куда не надо вот надо соединить а с той стороны деревни главное это староста деревне барабаш вот законным путем все у него одна корова было две а сейчас крупного рогата кажется 36 ну диак она поменьше евгения главное это вот этот угол всего нынче теперь держат только трое раньше держали все даже одинокие любы все держали коров все сейчас видят что очень трудно добывать не накосишь дети подросли разъехались никита там ходит ожидают эту я съел что такое руки трясутся свое отработали по той стороне провода оставлены еще пока такие же как были после провода оттуда гонят оттуда гонят оттуда гонят